Я вот всегда говорю парням, сделайте что-то такое для жены, для невесты, для своей, что она потом не сможет никуда и сердце выкинуть, потому что потом придут испытания, очень сильные испытания. Мы когда с ним познакомились, я уехала в Евпаторию, это были такие лихие 90-е, ничего не было, шаром покати, есть было нечего и так далее, и мы приехали в Евпаторию учиться с подругой. Я ему звоню, он говорит, ну как ты, расскажи, я говорю, да нам тут есть нечего, говорю, вообще впроголодь живем, но семинары интересные, курсы интересные, а он говорит, как впроголодь, я говорю, ну ничего нету, представляешь. И вот он продал все, что у него было, магнитофоны, аппараты, ну вот что-то для парня очень дорогое было, он все продал, купил билет, купил кучу продуктов, не знаю, где он их достал. Огромные вот такие сумки продуктовые, привез и охапку пионов, я очень люблю пионы, и вот он с этими пионами, и он заявляется в гостиницу, я просто обалдела вообще, это вообще представьте себе. И вот он накрыл стол просто, и вот сидел, и когда мы ели, он вот так просто смотрел, ешьте, 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 ешьте. И потом он говорит, ну мне пора дальше на самолет. Я говорю, как на самолет? Он говорит, ну у меня же работа, я просто приехала на один день вас накормить. Я просто обалдела, это на всю жизнь вошло в мое сердце. Теперь невозможно никуда деть это воспоминание. Когда приходили какие-то очень серьезные испытания в жизни, когда я, ну это был брак на волоске, когда я очень обижалась, но я никуда не могла вот это вот деть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова